Пик. Всем огромный привет! С вами MailStorm. И, наконец-то, мы начинаем трансляцию с полуфинала DreamHack. Не с середины, а с самого начала игры. Чуть-чуть мы упустили стадию пиков и банов. Ну, действительно, совсем чуть-чуть. И на ваших экранах Team Dignitas против Alliance. Или Alliance. Как вам больше нравится? Начинаю Team Dignitas с того, что банят Мишку и Nature Profits. А вообще говоря про Team Dignitas, я думаю, что стоит от них ожидать очень многого. Потому что вчера показала команда, что способна играть в свою доту. А именно эта способность, которой не хватает очень многим, мешает побеждать. Точнее, помогает побеждать. Вспомните игры Alliance на G1 League. Вспомните игры Quantic Gaming. Вспомните игры тех же Dignitas против Na'Vi. Главное, играть в свою доту. И не важно, насколько она... Ну, важно, насколько она будет логична. Она должна быть логична. Должна быть какая-то логика. Но очень важно... Понимать, что... Что, как и почему ты делаешь. И то, что ты делаешь, это потому, что ты понимаешь, а не потому, что... Не потому, что что-то другое. Ну и вчера, в общем, Dignitas продемонстрировали отличного морпа, отличную сирену. Мне интересно, а разве время было минуту 50 секунд? Мне казалось, время было экстренное, вот это вот дополнительное, минута 30. Его увеличили на 20 секунд? Или... у меня лак головного мозга. Написано, резервное время, 90 секунд. Резервное время? Да, 110 секунд, на 20 секунд увеличили. Тут, я думаю, как-то дольше пики стали проходить. На самом деле, вот эти 20 секунд, они реально так сильно... Ну вот как-то, не знаю, не на подсознательном уровне, но чувствуется, что дольше стали пикать команды. Честно говоря, для меня это открытие века. То, что увеличили на 20 секунд резервное время. С подключением! Так, одну секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Итак. Вообще теперь пики быстрее, чем в прошлый раз. Сейчас меньше времени. Сейчас я еще раз посмотрю. Как так? Должно же быть наоборот больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Ну, честно говоря, может быть это из-за того, что турнир такой очень, ну... Неудобный в плане для стримеров. Вчерашний день это вообще какой-то ад. Если бы я знал, что сегодня игры начинаются в 13.00, это вообще был бы просто... Трэш. Поэтому я даже рад, что немножечко проспал. Потому что, ну, абсолютно нереально. Видим дерево и гирокоптера в бане. И... Шторма с Клопой. Банят против СФО. Но СФО достается пак. Так, вот он новый Кэптэнс Мод. Получается, увеличили экстренное время на 20 секунд. Но уменьшили количество на 10 секунд на каждый бан и на 10 секунд на каждый пик. Да, получается, значит, время на 80 секунд быстрее, наоборот, проходит. Чем раньше. Нет, не на 80, на минуту быстрее. Но все равно, ощущение у меня стойкое, что... Очень долго. Ну вот, собственно говоря, Нага Сирена. Тяжело, на самом деле, выделять кого-то, ну, каких-то фаворитов. Я думаю, команда, прошедшая в полуфинал, уже нету здесь фаворитов. Ну, Квантик уже в финале. Можно говорить о том, что они оказались сильнее Вилджиниус. Достаточно уверенно их переиграв. Но что сказать про Альянс и Дигнитус? Ну, вроде как Альянс... Все лучше и лучше играют и должны тащить. С другой стороны, Дигнитус... Абсолютно уникальный какой-то вот этот вот терпильный стиль. Через эту Нагу, через Марфа... Очень хорош. Тем более, Нага Контрит Лайфстиллера. Вот чем примечательный этот герой. То есть, тебе не нужно забирать каких-то дополнительных саппортов. Хотя и Бэтрайдер Контрит Лайфстиллера. В общем, есть чем развернуться. Чем поиграть. Я, кстати, совсем не назвал составы команд. Ну, вы их видите на своих экранах. Швеция против Америки. Все игроки команды Дигнитус американцы. Все игроки команды Альянс шведы. Вообще, если смотреть по флагам именно организаций, то американская дота на этом турнире выглядит лучше, чем европейская. Потому что Evil Genius, Team Liquid и Дигнитус прошли, ну, подальше. То есть, Evil Genius ВП выбили, Дигнитус выбили Нави. Team Liquid также в четвертьфинале играли. Если сейчас Дигнитус выбивают Альянс, то получается вообще какое-то царство американской доты. Хотя, конечно, Габлак и Сайлент из СНГ. Трое французов. Fancy Fucking Mad, Sox. Но организация эта американская. Вивер. Вивер. Вивер от Дигнитус. Ну да, естественно, Лода Швед. Бан Шадоу Демона. Вообще, такая неплохая получается трипла у Альянс. Но непонятно, кто у них пойдет на соло линию. И у них с этим большие проблемы. Потому что Адмирал Бульдог на Мишке и на Профите играет, как мы вчера видели, потрясающе. На остальных героях явно хуже. Ну и еще ему и Клокверка забанили. Остается только Баунти Хантер. Дарксир в бане. Мишка Профит в бане. Понятно, он будет играть на Дарксире. Канцер, Лансер. От Альянс. Котал, Лансер. Лайфстиллер. Да, и Дигнитус совсем не ожидали, то, что будет пикнуть Лансер. Думали, что все-таки Лайфстиллера в роли Кэрри оставят. Но на самом деле, мне их пик нравится побольше. Бэтрайдер. Есть Сирена. Вивер также должен хорошо смотреться на линии. Против кого бы он там не играл. Ну и вот так вот, в любимую свою Энчантрасу парываются Дигнета с последним пиком. Будут... Даже не могу сказать, что будут давить. На самом деле, интереснейшее противостояние Лансера и Сирены. Герои, как я и говорил, очень похожие. Ну, наверное, в битве Лансер выглядит получше. Ну, мне кажется, Сирена... Вот, реально, Сиреной... Поинтереснее фармить, когда тебя поджимают. То есть, Лансером это чуть сложнее делать. Лансер должен выходить, бить крипов. Только тогда появляются у него иллюзии. Сирена может этого не делать. Она может просто кастануть. Да, нету звука, нету звука. И у нас небольшая пауза. Ух, огонь. Virtus.pro тем временем по Counter-Strike вышли в полуфинал. Играя... будут играть с НИПами. Я понимаю, это лучшее достижение из всех команд в ВП на DreamHack. Танкистов не считаю. Я считаю, что танкисты на этом турнире должны были брать топ-1. И тогда бы это было лучшим достижением. Ну, потому что я, конечно, в танках не силен. Но, по-моему, у Golden League пожестче будет, чем DreamHack. По уровню игры. Но, как бы, даже на DreamHack не смогли взять топ-1. Это печаль-беда. Ждем, когда починят звук. Mythboard происходит. Повем Плагодарить. Продолжение следует... ...поệt. А на СПП. ...� boots. А на СПП... А на СПП вверху. А на СПП Tag. ... ...по wissen что... ... да. ... ... ... ... ... ... ... ... Продолжение следует... 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 Двое украинских... Друзей получили... Сегодня визу... И это очень радует... Потому что... Ну, с первого раза... И вроде как без особых проблем... Первого чуть помусолили... А второй, видимо, уже... Так как был в курсе... Насчет интернешнл-офицер... Вообще получил быстро... Насколько я понял... Ну, в общем... Хорошо... Нам бы в Москве так же... Вот что хотелось бы... Фогет на Джакира... Будет фармить на отводах... Энчандрас в лесу... Снэйкинг... На вивере в мид... На самом деле... Не очень приятно... Как мне кажется... Виверу играть... Против пака... Ну, посмотрим... Снэйкинг... Это такой товарищ... Очень опасный... Ну, а Юниверс... Начинает на Бэтрайдере... Фармить леса... Да... У Бульдога... Все равно остался... Красный крестик... Ну, ничего страшного... Красный так красный... Хочу вам признаться... Что болею за Дигнитос... Я не знаю, почему... Как бы нету никакой причины... Никакой обиды на Альянс... И вообще, я думал, что буду скорее поддерживать Альянс... Ну, как-то... Как-то, когда дошло дело до игры... Очень мне захотелось, чтобы Дигнитос победили... Ну, посмотрим... Может быть, для того, чтобы разрушить гегемонию... Это уже Альянс... Потому что Альянс-то выиграли все последние ланы... Ну, в любом случае, там еще и Квантик Гейминг... Ой, а Паку-то очень больно... Паку! Захиливается он... Кварити... Ну, штормовая гарпия... For the win! Да, это, наверное, последний такой... Не знаю... Мем последних дней... Вот эта штормовая гарпия... Безумная просто... Вивер... Куда ушел Вивер? И зачем он ушел, самое главное? Что-то прочекал... Чего он прочекал? Смотрите, СФО сейчас умрет... Реально был близок к смерти СФО... Да, у него вообще ничего нет... Захиливает его Эджем... Не просто так сюда пришел Эджем... Он понимал, что такое может случиться... Вполне... И уже минус вторая фласка... Лайфстиллер крепится в лесу... Не выйти ему на хардлайн... Ну, избрали такую ультра-пассивную тактику Альянс... Лайфстиллер в лесу... Коттл в лесу... Рубик на отводах... Лансер фармит легкую линию... Ну и, в принципе, недалеко ушли от них Дигнетус... Отводит НЧА... Лода потихонечку подпушивает вышку... Делает он абсолютно это правильно... Чуть-чуть надо сейчас надамажить... Чтобы впоследствии, если будет возможность... Можно было... Забрать... Поставил рарки на Дигнетус... Какие рарки? У меня теперь нету рарок... Только... Если у меня есть рарки... То это только казенные для розыгрышей... Все остальное... Вивер обузит Боттл... Захилился на фулл хп... Но все-таки неприятно Виверу против Пака... Не знаю... Тут... Я думаю, что Снэйкинг кандидат на Фердблат на самом деле... Потому что выйдет какой-нибудь Рубик... Пак поставит... Свою ульту... Что... Что делает... Товарищ Снэйкинг... Лода надамажил... Совсем чуть-чуть Товар надамажил... Здесь же... Не дает... Подходить к вышке... Ну не знаю... Может быть боятся, что придет... Кто-нибудь будет экспу получать... Вообще пока что... Аю фармит очень прилично... Нет, ну к Аю... У меня огромное просто уважение... После вчерашних игр... Я так его гнобил за... Ну на морфи еще ладно... Но на сирене просто у меня вызвало... Такое... Разочарование... То, что он решил собирать радиансы... Был уверен, что... Нави за это накажут... Дигнитас... А в итоге этот радианс... Я вот так потом пересматривал... Думал... Возможно этот радианс вообще... Отличные пауки от Снэйкинга... Мимо... Возможно этот радианс вообще позволил... Игру выиграть... Потому что Нага... Стала очень жестко отпушивать линии... И не давала Нави ничего сделать... Зайти на хайграунд... Поэтому, конечно... О... О... Котл... Мидас покупает лансер... Такой вот... Да, но это... Игра медоедов... Акки... Не попадает по героям... Попадает по крипам... Ну, тоже неплохо... Да, правда... В свою очередь... Очень хорошо отводит сатирам... Ну и упадет эта вышка... Одновременно с верхней... Конечно, чуть больше Дигнитас... Затратили усилий на пуш... Но... А хотя здесь еще и не факт... Что вышка-то... Да нет, ну должна она падать... Поднимают воздух... Бэтрайдера... А Иджем-то может и не уйти... Ну почему же... Почему Бэтрайдер не пошел дальше... Вивер забирает Пака... Снэйкинг... Снэйкинг забирает СФО... Но на самом деле это ошибка какая-то от Пака... Но не должен Пак умирать от Вивера... Пак наоборот должен убивать Вивера... У него такой мощный прокаст... Где-то ошибся... Пак и Вивер забирает ФБ... Да, вот я не знаю, почему на самом деле... Не пошел Юниверс дальше... Летел к нему Джакира сюда... И могли они там Рубика напрячь очень прилично... Но побоялся, что Лансер его... Надамажит с пылами... В общем-то может быть тоже правильно... ПТ покупает Вивер... ПТ, Брейсер, Треветки... Такой толстый Вивер получается... Летит к нему ПТшка... Ну надо сейчас ему все выложить... Выпить бутылку... Выкладывай шмотки... Раздевайся... Странно... Я думал, выложит все... Отопьется бутылкой... На полное ХП... Хотя он и так отпевается на полное ХП... Поэтому это не сильно важно... 2000 от АЮ... Да, ну в отличии, конечно, от... Лансера... Лансер тоже может... Играться через Радианс... Ой-ой-ой... Умирает... Умирает ПАК второй раз... На ровном месте... Я вот смотрю... Я все... Вот теперь я видел, как забирался на Кинг ПАК... Но опять же... Непонятно как-то... В итоге ПАК еще и ульту всадил в него... Все очень плохо... У ПАКа... Так вот... Лансер тоже играется иногда через Радианс... Ну я уж, правда, не помню, когда последний раз это было... Но тем не менее... Есть такой билд... Но чем Лансер, опять же, плох с Радианцем? Тем, что Лансер не может скастовать иллюзии... И куда-то пойти ими пушить... У него иллюзии появляются от того, что он бьет крипов... А Сирена как раз-таки может просто их где-то кастануть... И побежать там через полкарты... Причем иллюзии ее реально через полкарты пробегают... И ей Радианс полезнее... Нон-стоп, не огорчайся... Ты пропустил первый полуфинал... Но я тоже пропустил первую игру полуфинала... Я вообще, на самом деле, очень сильно расстроился... Когда увидел, что дота уже идет... Ну да ладно... Лаги говорят... Не, нормально, это Твич, опять... Напомню, что... Два, по-моему, последних Лана выиграли... Нет, не два последних Лана... Один последний Лан выиграли, Альянс... И с последних трех они выиграли два... На Рейдколл и Масанам не повезло... Ну... Формально являются фаворитами этого турнира... Я так чувствую, Лансер побольше, чем Сирена будет иметь... У него и крипов побольше, и Медас... Но... Да... У Сирены своя атмосфера... Вивер забирает инвиз, видит Аки... Аки пытается уйти... И уходит... Возможно, у Виверу стоило сразу накинуть паучков... Ну да ладно, в общем-то, это не так важно... Сбивают в центре... Да, пак седьмой, Вивер уже почти девятый... На самом деле, конечно, очень это плохо... Бэтрайдер... Бэтрайдер пока не заметен... Но! Бэтрайдер спалил даггер... Это плохо... Но хорошо, что у Бэтрайдера вообще этот даггер есть... Да, кстати, по теории заговора невероятного какого-то... Дигнетес должны проиграть, потому что команда, за которую я болею... Не выигрывает... Я болел за ВП... Болел против Нави весь турнир, пока ВП играли... Потому что я очень боялся... Но я вчера написал, для тех, кто не читал... Написал в ВК небольшой такой пост... Что болел против Нави, потому что боялся, что ВП на них попадут... И будет очень тяжело... Когда ВП вылетели, ну как бы смысла болеть против Нави уже не было... Но, я думаю, Нави это вообще не помогло... Откидывается пак... С одной стороны, неплохо, а то, что не умирает... С другой стороны, ну вы сами понимаете... Просто все... В никуда, абсолютно... Да, дигнетес доминирует пока что в этой игре... Чувствует себя очень уверенно... Очень... Там Лайфстиллер, правда, расформился... Очень неплохо... И у Ланса родила просто отлично... Ну вот в чем была... Был вчера минус у Дигнетес... У них вчера начало не удалось против Нави... И все равно Нага Сирена с Радианцем потащила... Здесь у них... Ну просто... Это просто охренеть какой-то тайминг сейчас будет... Если они сейчас заберут вышку... Еще и подпушивает эту вышку Нага... Да, нужно забирать Тауэр... Причем не давать его задонать... Обязательно нужно забирать самим... Фортификэйшн тратит... Ну отлично, Сирена разводит на Фортификэйшн сейчас... Нужно кастовать Рептайт, наверное... Да... Вивер находит Рубика... Да, ну Рубика есть шестой... Шестого Рубика Вивер не может убить... Из-за того, что воруют у него шикучи Рубик... Это очень плохо... Для Вивера... Пошли подпушивать Лансера... Лансеру летит что-то... Нет, это пока что Трампила... Нет, пока что у Лансера очень мало... Вот он прилетает вниз... Мы видим, что преимущество было небольшое в золоте у Дигнитас... Но его свели на нет... За счет лучшего фарма... Потому что по вышкам... А, хотя по вышкам равенство... Ну да, чуть... Чуть побыстрее, я так понимаю, фармят... Ну вот, он Сакрат летит уже к Сирене... Вы подумайте... Сакрат на 11-й минуте... И тысяча монет до Радианса... Это может быть какой-то вообще безумный Радианс по скорости... Все медведи 2-го Интернешнала нервно курить в сторонке будут... Если сейчас все получится у Тим Дигнитас... А под словом «все получится» я подозреваю, что Нагу не убьют... И она сможет там нормально фармить... Не будет прижиматься к базе... Выходит в смоках... Сейчас, по-моему, видели, где находится... Бэтрайдер, Firefly... Кого будут нападать? Адмирала Бульдога, потащили... Стан... Еще стан... Но Бульдог слишком жирный... Активирует Рэйдж... Сайланс... Бэтрайдер очень битый... Висит Бэтрайдер... Последний удар... Лансер убивает... Нет, Рубик убивает Бэтрайдер... Энчантос очень битая... Джакира... Отличная... Дуалбресс... Паку... Очень больно Паку... Стоит хороший Сентряк... Рубик... Минусует еще одного... Уходит в шикуче... По эту сексу... Пытается степешиться... Ну и... Два в ноль... В итоге драка... Но зато сносит вышку... Сносит вышку... Дигнитас... Более того... Посмотрите... Что творит АЮ... У АЮ Родиан сейчас будет... До тринадцатой минуты... Нет, до тринадцатой не будет... На тринадцатой... В драку он не подключался... Он фармил мид иллюзиями... Фармил нижнюю линию... Сам... О... О боже... Ему нужно добить... Трех крипов... Нужно контролить... Только иллюзии... Один есть... Второй есть... Родианц... На тринадцатой минуте... Ровно... Мама дорогая... Вот и скажи... Что после этого... Драка была в минус... Для Дигнитас... Ну конечно... Они потеряли двух игроков... Ничего хорошего в этом нету... Но... Заставили... Отвлечься Альянс... Спушили им вышку... Просто... Охренеть... Хочу посмотреть... Что там... У Пака 900 хп... У Котла 500 хп... Его просто... Родианцем этим располосует... Рубик 800 хп... Даже лайфстиллер... 900 хп... Как бы сказал... Элди... О бой... Любимая фраза... Наверное... Тебя репортили за ногу с Радиком... Я думаю... Все ребята... Которые это делали... В данный момент... Должны просто... Осознать свою... Неправоту... Да... У Пака... Очень еще далеко до Даггера... Это важнейший момент... Потому что сейчас как-то нужно навязывать Альянсом... Активность... Потому что Нага эта... Она будет просто идти по линиям со своими иллюзиями... Ей бы еще какой-нибудь... Ну... Манно-реген, конечно... Было бы неплохо... Не, такого, конечно... Рубик... Своровал паучков... У Вивера... Лайфстиллер... Неплохо будет работать против инчи его ульта... Давайте Нетворс смотреть... Видим, что Лансер опережает Сирену... Ну, опережать-то опережает... Но... Все-таки Радианс... Это штука такая... Опасная... Наги не хватает... Хотел сказать, что не хватает левела... Но у него четвертая иллюзия уже... Четвертый ММА... Это много... У Лансера есть Диффус... Он его себе везет с базы... Все, просто иллюзии идут... Сейчас нужна Тараска... Я считаю, что нужна Тараска... Посмотрите, как Лансер проседает от иллюзии Наги... Просто от того, что Радианс... Пак... Ну, Пака пробили не иллюзии явно... Котл... Посмотрите, Котл... У него просто снимает... Охренеть, Котл... Котл уходит на ТП, потому что его задамажили... Нет, он уходит дефить... Но на самом деле он все равно битый... Транквилы откатывают... Сейчас будет лечиться Транквилами... Лансер, АТПшет вниз... Нага остается наверху... Да, но вот проблема в том, что кроме Радианса-то у Наги особо ничего нет... Рубик выходит... Решают не драться... Решают не драться, потому что вчетвером... Но опять же, Лансера заставили вернуться... Пусть его ЗТПшил Котл, он тут же бежит наобратно... Все равно... Нага получает больше... Волну, волну, волну! Не успел дать волну... Рептайт я имею в виду, конечно... Ох уж, это Нага! Да, и Вивер с Нагой будут все время держать в напряжении... Казалось бы, Лансер, Котл... Такой, ну, хороший мобильный пик... Который должен там разводить... Но Вивер и Нага тоже далеко не отстают... Нага такое ощущение, что догоняет Лансера... Потихоньку-помаленьку... Тяжело, правда... Это утверждать... Пробивает еще двух крипов... Пробивает лоду... На пол ХП... Возвращается на базу... Минус в том, что регенить ману нужно... Регулярно... Нету ни Солдринга, ничего... Интересно, на что копит Нага? Вчера манту собирал... Но вчера было дерево... И, возможно, манту он собирал против дерева... А, нет, Аппарейшн был... Против Аппарейшна собирал манту... Не знаю, будет ли это... Манта... Будет выходить так... Фармить всю карту... Заставляет его возвращаться все время... И еще и Энчантрас... Которая тоже своими крипами... Постоянно подпушивает... Держит в напряжении... По вышкам, кстати, 3-1... То есть контроль карты еще есть у Дигнитас... Помимо всего прочего... Владимир покупает Фантом Лансер... Ну да, значит... Значит, не хватает ему... А, ну он Транквилл разобрал... Но все равно Владимир это... Не самый обычный артефакт... На Лансере... Который привыкли мы видеть... Вивер подстраховывает Нагу... Ну, Нагу очень тяжело здесь поймать, конечно... Вообще, манта неплохо будет... Ну, что Сайленс Пака... По сути дела, единственное, что ее так, ну... Хорошо цепляет... Рубик должен умирать... Нет, не боится, боится... Ну, зря боится... Пака-то нету... Рубика можно было отсюда вытаскивать... Спокойно, абсолютно... 1300 разница... Нет, не приближается Нага к Лансеру... Но не отстает от него... Да, вот просто... Вызвало иллюзии... Иллюзии... Длительность... Какая у них? Большая длительность... 30 секунд... Это много... С мувспидом Наги... Наги еще и очень быстрый герой, помимо всего прочего... Да, видите, зачем Лода купил Владимир? Потому что слишком сильно пробивают его иллюзии... Ему нужно потом отхиливаться как-то... Ой, как же он горит... ТП-што котл его вниз... Ну, Дигнета сконтролирует игру... Они просто зажали Альянс... Я давно не видел, чтобы Альянс так сильно зажимали... Особенно при игре с Лансером... Это вообще жестко... Да, это будет Манта... Это будет Манта-стайл... Еще больше иллюзий... На самом деле так-то у Наги 6 иллюзий будет... И... Опять же, вот в чем преимущество Наги над Лансером? Лансер должен набить... Ну, должен бить иллюзиями... Или просто бить... Руками, чтобы... Плодились иллюзии... Чтобы появлялись... А Нага просто нажала две кнопки... Куча иллюзий появилась... Все... Фармить свой лес... Сон... Сон! И не дают степэшиться! Тут драка начинается! Какой сон от Наги шикарный! И GM умирает... Пак! Отличный дрим-коил от Пака! Все битые! Нету лассо Бэтрайдера! Замедляют его! Стан! Минус Бэтрайдер! Минус Коттл! Бьет в эту секси! В эту секси! Попытка улететь! Минус в эту секси! Вивер поджаривает Пака! Трифт-два! Уходит Вивер! Здесь же Нага! Лансер! Лансер остается! 40 хп уходит на базу! Шикарная игра от АЮ! Казалось бы, такой какой-то нелепый сон! Но сон использовал для того, чтобы просто задержать лайфстилера и Пака! В итоге Трифт-два поменялись! Но потеряли двух суппортов и Бэтрайдера! Разменяв на Пака и Рубика! Ну, в принципе, Пак очень дорогой герой! Поэтому неплохо то, что на него разменялись! Так-то, конечно, Трифт-два это... Капитан подсказывает, что не самый лучший размен! Ну, еще очень важно, что Нага, опять же, не была... Не присутствовала в драке! Она по-прежнему фармила, там, подпушивала линию! Сняла пол-хп вышки! В то время, как Лансер был вынужден лететь домой! И чуть не умер еще! Ну, вот если бы умер Лансер, было бы, конечно, все вообще шикарно! Но Лансер живет! Купил второй Диффуз! Ну вот, они Тривела от Наги! Теперь она очень мобильная! Посмотрите на ее мувспид! Мало того, что она может перемещаться по карте, у нее 462 мувспида! Это ровно на сотку больше, чем у Лансера! Ну, сотка это очень много! Бэтрайдер! Вытаскивает Пака! Пак должен уходить! Пак психанул, скастовал! Очень зря! Сайленс! В никуда! Лайфстиллер забивает Бэтрайдера! А Вивер просто уходит с ульта! Пак на Бэтрайдера разменен! Опять же, неплохой размен, я считаю, для команды Дигнитос! Вот она! Вот она та самая Дота! Где и с одной стороны вот этот мерзкий герой-иллюзионист, который пушит, ничего не дает сделать! И с другой! Как же давно хотел увидеть Нагу против Лансера! Видим, что 2000 становится разницей между Нагой и Лансером! Все-таки Лансер фармит побыстрее! И чем дальше, тем он быстрее будет фармить все-таки! Как мне кажется! Ну и еще, безусловно, у Наги очень сильно решает то, что ей сделали где-то год назад, когда иллюзии стали кастовать Рептайт! Раньше Нага кастовала Рептайт как Брюмастер! Ой, не как Брюмастер! Как ДК, скорее! То есть у нее была такая как бы дыхание перед собой, такая волна, снижающая защиту, наносящая урон! Достаточно неплохая была площадь! Ну и естественно, вот то, что есть сейчас, когда она кастует вокруг себя и, что самое главное, вокруг всех иллюзий! Ну это шикарно просто! Вот это поменяло Нагу очень сильно! Будет врыв на Вивера! Вивер отходит! Врыв на Бэтрайдера! Бэтрайдер минус! Стан от Джакира! Лайфстилер бежит! Ванды на Джакира! Джакира пытается улететь! Ловят его ультой! Минус 2! Убивают Бэтрайдера в очередной раз! Да, ну Нага тут не теряла времени зря! Явно! Вивер! Сайленс! Минус Вивер! И Пак еще и заденал вышку! Да, Вивер хотел здесь добить вышку, в итоге его подцепили! 3 в 0 в пользу Альянс! Альянс начинают потихонечку-потихонечку захватывать! Преимущество! Давайте графики посмотрим, которые не открывал уже очень давно! Да, по опыту сейчас много выиграли Альянс! Это может сказаться, но по золоту в ноль! По золоту в ноль! В любом случае, вышек постепенно лишаются Альянс! Вышка сверху уже просто дело времени, когда она упадет! 180 хп, это там, доедет катапульта, сделает 3-4 выстрела, вышка упадет! Или добежит Нага! Что еще менее приятно! Нужна Наге Манта! Пак, да! Минус Нага! Ну здесь даже Манта бы не помогла на самом деле! Нужна Манта, чтобы сбрасывать Сайленс! Вивер пользуется моментом, сможет ли забрать вышку! Пак опять динает вышку! Вивер возвращается назад! Ну уйдет Вивер, уйдет! Опять задинает вышку Альянс! Но опять ее потеряли! В итоге потихоньку, помаленьку Таврата падает! Аганим лечит Кенчантрас! Пак Даггер 1500! Коттл голый! Лансер! Ну лансер неплохо собран и Лайфстиллер тоже! Саппорты, конечно, страдают и у той и другой команды! Но вот Инча с Аганимом поинтересней! Ну вообще, конечно, Инча разлетается очень быстро! Нужно ей качать Untouchable! Ну, Untouchable уже третьего левела! Вивер! Неплохо! Неплохо тут заставляет Пака и Лайфстиллера попотеть! Правда, чуть не умер, но... Опять же, Мант спасает от Сайленса Пака! В очередной раз! Рубик в Инвизе! Цепляют двух саппортов! Стан! Отличный стан! Отличная Макропира! Все вкастовано в Джакира! Прямо стих получился! Джакира умирает! Пак! Пак живет! Вивер! Сон от Наги! Пак должен умирать! Да, Пак не смог блинкануться, но... Сейчас может быть! Нет! Радианс Наги не дает ему уйти! Успевает блинкануться Пак! И уходит! В итоге какая-то сумасшедшая драка получилась, потому что умер только Джакира! Пак на чудесах вышел! Тем временем сверху упала вышка! Буду депить сейчас этот Тауэр! Вивер! Уже здесь! Лайфстиллер пытается снять вышку! Стан! Ни в кого не попадает! Все-таки удается снять эту вышку и... И уходит Альянс! Но теряют вышку наверху! В итоге одного лишь Джакира потеряли! Ну то есть вышку на вышку и Джакира... Был убит! Да, в этой игре вообще ничего не ясно! 6-3 по вышкам в пользу Дигнитас! Еще чуть-чуть и начнут уже падать... Тир-3 товара! Нага покупает манту! Конечно, крипстат абсолютно дикий! И у Лансера, и у Наги! Но Лансер опережает Нагу! Так как Лансер не умирал! И Лансер с Мидасом! Плюс нафармил больше крипов! Уже его перевес идет значительный! У Наги 14, у Лансера 18! Ну правда Вивер! Вивер идет на втором месте! И очень неплохо себя ощущает! На третьем месте, точнее! Более активный альянс! Обратите внимание, что они пытаются больше каких-то активных действий предпринять! И за счет этого как раз таки ведут! Потому что каждый их какой-то ганг... Поборачивается успехом, как правило! Вивер наверху! Ну должны убивать Джакиры, конечно! Лансера, ТП-шот! Инфес! Ой, не инфес! Дефуз! Кончу! Опять теряют двух саппортов! Вивер наверно купит Дезолятор, чтобы лучше подпушивать вышки! Да, слишком пассивный Дигнитос! Вот это начинает на самом деле уже очень сильно сказываться! Фортификейшн! Деняет вышку нага! Слишком много умирают саппорты! Из-за этого 14 тысяч уже перефарм по XP! По золоту всего пятерка! Просто посмотрите на ловкость! Насколько у лансера больше ловкости! 56 плюс 28 суммарно получается... 70... 84! А здесь 98 родной ловкости! У лансера практически в два раза больше ловкости, чем у Сирены! А ловкость это урон! И что самое главное, это урон на иллюзиях! Да, у него белого урона в два раза больше! Соответственно, в два раза больше урона на иллюзиях! Нет, лансер все-таки сильнее! Что не говори! Заходит на Рошана! Интересно, понимают ли это? Но это какой-то вообще трэш от Дигнитос! Ха-ха-ха! Не поняли этого! Не поняли этого Альянс! Могли Дигнитос спокойно сидеть и забирать Рошана! Но это был бы такой, конечно... Такой это был бы трэшак! Если бы они забрали Рошана! Нет, Кристаллис покупает Вивер! Хочет больше урона наносить! Тараска тем временем у лансера! Да, Нагида Тараска еще достаточно далеко! Тем самым он еще и в два раза жирнее! То есть у него больше урона, у него больше армора! Опять стревает Джакира и Энчантрас! Спевают схватить Пака! Не, Энчантрас все еще живет! Сетка, но убивает лайфстилера ничего! Вивер! Отличный стан от Джакира! Пока что 2 в 0! Бэтрайдер и Энчантрас пострадали! Вивер абсолютно без маны! Минус Вивер! Да, я думаю, что Альянс не отдадут эту игру! Ну просто лансер по всем статам ведет! Мало того, что лансер сам по себе сильнее, у него еще и золота больше! Больше ловкости, значит больше атака! Больше скорости атаки! Больнее бьют иллюзии! И больше армора! У него еще и Тараска! То есть у него больше ХП! Ну жаль, безусловно! Хотя это только будет 1-0 в случае победы Альянс! Но все равно! Мне очень хотелось, чтобы... Ну хорошо получилось! На, заформила этот Радианс! Очень быстро! Но дальше ничего не смогли сделать! Все-таки Альянс очень правильно играли! И не проявляли какой-то чрезмерной агрессии! И в то же время, ну в решающий момент выходили и убивали! Чего практически не было от Дигнита! С каких-то попыток гангов хороших! Я от них вообще не помню! Нага отпушивает иллюзиями по возможности! И вивер здесь же! Выходит наверх! Сверху в пак фармит! Да! ТП шутит пака вниз! А Нага пойдет ломать Тир-3 Тауэр! Пока Тир-2 вышки стоят, могут вот так вот еще есть запас по времени! Котл, ТП шутся домой! Ну, здесь начинает проседать вышка, причем достаточно существенно! Телепортирует Лансера домой! Да, у Наги есть Тревела, у Лансера Тревелов нет, но у него есть Котл! И пак убивает вивера! Ну, при поддержке лайфстилера, наверное! Хотя, честно говоря, непонятно! Может быть даже и соло! 17-5, Альянс ведут и идут к победе, уверенно! Ну да, да, в начале Альянс играли очень пассивно! Но, как только почувствовали, что нужно выходить, нужно убивать, можно это делать! Сразу стали использовать своего пака! В итоге, СВО очень неважно начал, но... Я думаю, во многом этому паку обязаны тем, что вот так смогли переломить игру! Он просто хороший герой, как раз вот для таких вот гангов! Да, у Наги нету ни Диффуза, ни Тараски! А Диффуз ей нужен, Тараска ей нужна! В то время как у Лансера и Диффуз, и Тараска... Думаю, Владимир он может продать даже, в принципе, поближе к концу игры в погоне за Бэтрайдером! Ну, Бэтрайдер уйдет! Покупает Тараску Нага, лайфстиллер Эбисал! Вот на самом деле, смотрю эту игру и понимаю, в чем, ну, была, наверное, главная такая ошибка Na'Vi Na'Vi очень сильная команда Но вот их стиль, все-таки, игровой, это захватить преимущество с самого начала игры Неважно как, либо они там фармят жестче свой лес, либо они выходят гангую, там, всех убивают на карте Либо, ну, как-то захватывают преимущество и за счет этого идут и дальше... Убивают соперника Альянс это несколько другого плана команда Они, конечно, бывают и так играют, но в ситуации, когда им приходится отсидеться, когда у них нет явного преимущества, они тоже играют очень хорошо Вот Na'Vi вчера этого не хватило, они не смогли сыграть Может быть, может быть, здесь имеет даже не то, чтобы само умение играть, а сама стратегия Ломают вышку на миде, минус вышка на миде, тем временем Вивер сверху бьют бараки И фортификейшн с одной стороны, с другой стороны Макропира Очень прилично продамаживают лайфстилера, падают потихоньку бараки Коттл отпушивает как только может А Наги-то уже здесь нет Да, Нага снизу Нага использует сон Вивер бьет сверху барак, кто быстрее сломает бараки? Лансер Выбивают, Аегис Да, но это может быть минус лайфстилер А где, я извиняюсь, битрайдер, который должен влетать и хватать лайфстилера? Непонятно А, у него не было маны У него просто не было маны, возможно на иллюзиях потерял всю ману В итоге лишаются бараков Так вот, Нави-то безусловно, ну, должны уметь играть тоже в такую доту Но просто из-за того, что они играют вот Это их стиль захватить преимущество изначально То есть они не предусматривают того, что дадут сопернику дожить до лейта Если такое получается по факту, ну да, начинают играть от этого, никуда не деться Но не стояло в планах у Нави вчера сидеть против Дигнитос час И когда до этого дошло, не смогли они переломить ход игры А вот у Альянс Они изначально пошли на то, что они пересидят Дигнитос Это и пик Фантом Лансера ласт пиком Это и билд Фантом Лансера через Мидас Это и их игра, там, без хардлайна все фармят в лесу В результате чего Адмирал Бульдог там Ну, очень быстро зафармил, помните, вот эту атаку На него вылетел Бэтрайдер Думали убить Адмирал Бульдога А он даже половин ХП не потерял Из-за того, что очень толстый Лансер пушит нижнюю линию Вращается наверх, оставляет здесь иллюзии Очень вязкая дота, конечно Да, у лоды какой-то сумасшедший винрейт, на самом деле, на Лансере Умеют они действительно играть Ну, конечно, такая дота, она не очень Ну, я считаю, она не очень правильная То есть, вот в ту доту, которая играет Габлак В ту доту, которую там играют ВП и Нави Она гораздо более правильная Но Как ни крути, периодически приходится играть Вот в такую доту Периодически приходится сидеть там без двух сторон Периодически приходится фармить по 50 минут От этого никуда не деться Да, ты можешь сыграть 20 игр И у тебя может получиться вот такая вот агрессия Но ты можешь попасть на две игры, где... Ооо Ничего, умирает Ого, скипетр Ты можешь попасть на две игры, где тебе придется вот сыграть вот в такую доту И ты должен уметь в нее играть То есть, в принципе, если мы говорим про стиль Альянс У них же вообще... Ну, это не их любимый стиль Они предпочитают... Да, там Ланцер все же уничтожает всех, кого только можно Они предпочитают тоже вот так вот подавить там с Ченом, с Мишкой, с Профитом Ну, если доходит вот до такой игры, абсолютно нормально себя ощущают Бэтрайдер, инча, байбек Вивер остался наверху Сон Лайфстиллер, рейдж Рано, рейдж Очень рано, рейдж Пак Уходит шиф Лайфстиллер разбивает Эббис Лабивер, Вивер успевает ультануть Макропирос воровал Робик Очень битый Робик Лансер Непонятно, где Лансер Лансер убивает инчу Нет, ну слишком много урона Да, тут просто уже ничего не могут сделать Лансер убивает Вивера Вивер выкупается Минус Жакира Ну и Лансер фуловый Я думаю, это GG Будем ждать начала второй игры Уже Просто вопрос времени Насколько быстро это все закончится Убивают котла Теряют две стороны Ну и огромное преимущество Альянс Тут что ни говори Просто Лансер Который не потерял Вообще там 10% КП Даже за драку Тревела Сейчас продаст Владимир, наверное Хотя Почему бы Его не оставить Что можно купить Криты, наверное Я так понимаю Дигнитос идут в решающую В финальную атаку Не в решающую Финалочка От Дигнитос У них просто нету Байбеков И нету Двух сторон Хотя в принципе Они эти две стороны Протолкнули Очень здорово И при этом Нижнюю линию Не дали себе Запушить Ну какое-то чудо Нужно Я не знаю Какое причем Нужно как-то Два раза убивать Лоду У которого 9-0 Да 9-0 Есть байбек Лоды конечно Жарят Да Это Дейдалус От лансера Ну Работают Криты На иллюзиях То есть Еще увеличивается Урон Мажут Ультом Да Дигнитос Не хотят Сдаваться До конца Борются Ну шансы У них Минимальные Да Тем более Лансер Уже сам С травелами Пушит Вообще Со всех сторон У него 250 Белого урона Есть Дейдалус Значит Иллюзии Невероятно Больно Бьет Сколько У него Иллюзии Наносит Урона Иллюзия 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 20 урона 20% Урона 20% От всего Этого Безобразия Это 40 Ну 50 Где-то 50 Урона С Иллюзией Иллюзия Иллюзия Кирасу Покупает Лайфстиллер Ну и Собственно Последняя Третья Страна Барак Правда На миде Один стоит Но это Не столь Существенно Минус Вышка Не успевает Сирена Не успевает Вивер Все Минус Третья Страна Остается Один Барак И его Добьет Сон Ловят Лансера И Рубика Ну Может быть Очень неприятно Хватает Рубика Рубика Убили Рубик Байбэк Поттл Должен Вызывать Его Обратно Лансера Не могут Пробить Вообще Лансер Неубиваемый Просто Неубиваемый Лансер Трипл Килл От лоды Трипл Килл От лоды ГГВП Д höх 1-0 Уходим на перерыв После этого вторая игра Ну и сегодня финал, не забываем Сегодня DreamHack закончится Адмирал